Глава 2. Начало откровений. 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 посланнику Аллаха началось с благого видения во сне, и он никогда не видел иных видений, кроме приходивших подобной утренней заре. Внушение в сердце. Ангел внушал в сердце пророка, салаллаху алейхи вассалям, так, что он не видел ангела. Он, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, верный дух, то есть ангел Джибриль, вдул в мое сердце и сообщил мне, что...» Приход ангела в образе человека. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иногда же ангел предстает передо мной в образе человека и обращается ко мне со своими словами, а я усваиваю то, что он говорит». Иногда сподвижники видели ангела в таком образе. Подобное звону колокола. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иногда приходящее ко мне подобно звону колокола, что является для меня наиболее тяжким, а когда я усваиваю сказанное, это покидает меня». Айша, ради Аллаху Анха, сказала, «И мне приходилось видеть, как в холодные дни ему неспосылались откровения, а когда неспосылание завершалось, салба его обязательно лился пот. А если ему приходило откровение, когда он находился верхом на верблюдице, то она опускалась на колени». Ангел в своем образе. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, также видел ангела в том образе, в котором ангел был создан. Ангел внушал ему откровением, что пожелал Аллах внушить. Такое случалось дважды, как об этом упоминает Аллах в суре «Ан-Наджим». Откровение от Аллаха. Это то, что Аллах Всевышний внушал ему напрямую, как это произошло в ночь Вознесения, когда Пророк, салаллаху алейхи вассалям, был выше седьмого неба и когда было вменено в обязанность совершения пяти обязательных молитв и еще другое. Обращение Аллаха к нему с речью. Это когда Аллах Всевышний говорил с ним напрямую, без посредников подобно тому, как он, Аллах, говорил с Пророком Муссой алейхи вассалям. Первое, что ему было неспослано. Первые пять аятов суры «Аль-Алях» сгусток. «Читай, о Пророк, что неспосылается тебе с именем Господа твоего, который сотворил все сущее и который сотворил человека из сгустка крови. Читай, о Пророк, и Господь твое щедрейший, который научил людей письмо пером, научил человека тому, чего он не знал». Степени его призыва. Первое. Пророчество. Второе. Увещевание своей ближайшей родни. Третье. Увещевание своего народа. Четвертое. Увещевание того народа, которым не приходил до него ни один увещеватель, то есть всех арабов. Пятое. Увещевание всех из числа джинов и людей, до кого дошел его призыв до конца времени существования этого мира. Стадии его призыва. Первый. Скрытый призыв. Первые три года с начала пророчества. Второе. Открытый призыв. Начался после неспосылания аята. «Провозгласи же, о пророк, то, что тебе приказано, и отвернись от многобожников, не обращая внимания на их слова». Сура Аль-Хиджр, аят 94. Первыми уверовали в него, как в пророка. Из мужчин. Абу-Бакар Ас-Сыдык, ради Аллаху Анху. Из женщин. Хадиджа бин Хуалид, ради Аллаху Анха. Из детей. Али ибн Абу Талиб. Из вольноотпущенников. Зайд ибн Харисы, ради Аллаху Анху. Из рабов. Беляль ибн Рабах, аль-Хабаши, ради Аллаху Анху. Некоторые из опередивших. Из числа первых, кто уверовал в него, как в пророка после того, как мы уже упомянули, членов его семьи, были Усман ибн Аффан, Тальха ибн Убайдаллах, Аз-Зубайр ибн Аль-Аввам, Саад ибн Абу Аказ, Абдурахман ибн Ауф, Хаббаб ибн Аль-Арат, Сухайб Ар-Румми, Аммар ибн Ясир и его мать Сумая, Абу Байда Амир ибн Аль-Джаррах, Усман ибн Маз'ун, Абу Салама ибн Абдул-Асад и Удба ибн Газван, ради Аллаху Анху. Абдул-Асад Абдул.